Субтитры сделал DimaTorzok На британском СТ Вот это вот перед ним Кстати, хорошее прям совпадение Вот это вот перед ним тяжко родится А вот его в задницу догоняет Средний танк британский, ребят Девятого уровня И вот такая вот скорость у него, к слову Кобра Чтобы вы понимали, в этом бою Игрок на супертесте То есть вот этот супертестер Играет в обычном рандоме Даст почти 6к урона А все благодаря тому, что у него Фугасный танк С барабаном на 4 снаряда С пробитием у фугасов 220 Немало, согласитесь, для девятого уровня Совершенно немало И с барабаном на 4 снаряда Каждый из которых 515 в среднем готов нанести Я буду следить только за данным игроком На Кобре Чтобы мы с вами оценили Ну, во-первых, посмотрите, что происходит Он первый добирается до позиции Два колебана, кстати, в бою Видите? Два колебана в бою Крадутся на свою позицию Шкода отстает Это средний танк И он один из первых уже на позиции Давайте посмотрим, что он будет Благодаря своей хорошей мобильности И не самой слабой башне У него достаточно крепкая башня Действовать Углы склонения вниз 10 градусов И Кобра у нас уже готова нагибать Так, зацеливает он 2684 Передумывает и переводится у нас здесь Смотрите TNH-105 Бац, бац И ушел Знаете, почему это произошло? Перезарядка внутри барабана 1,3 секунды Быстрее Быстрее Только у АМХ 1375 По-моему Нет АМХ Напомните мне, как он называет По-моему, 1375 8 снарядов барабана 1 секунда перезарядки Даже Шкода ТВП-шка Перезаряжается гораздо быстрее Так вот, к чему я это говорю, ребят Пока вы будете смотреть, как Кобра Просто разрывает Это танки 10 уровня Это худший вариант для Кобры В более худший варик Она просто-напросто попасть не может Ну, разве что, только еще одни девятки будут Здесь мы и восьмерки еще видим То есть Ну, ладно Не самый худший варик Смотрите, вышел Бац 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 Все четыре пробил Но не по 500 Пробил Все четыре В средней альфа 360 Пробитие около 270 Это были обычные бронебойные снаряды Ушел на зарядку 50 секунд будет стоять Дымить бамбук Так что Вот так Давайте вспомним Как прошел у нас 21 год В середине 21 года Мы с вами видели Кто-то говорит Нерв Кто-то говорит Ап Фугасов Я же считаю, что разработчики Перебалансили фугасы Под то, чтобы сделать Новую механику в игре Да То есть Ну, они что уже Повыпускали И барабаны И что только они уже Не повыпускали Систему колесников Гидропневматические подвески Систему дозарядки Фугасные танки С хешами у нас были Но Кому были нужны фугасы Если они Ну, он долго перезаряжается Я и сказал Кому были нужны фугасы Если Грубо говоря Они были очень токсичными Ну, то есть Ты Попадаешь 2к там С бабахи снес Не пробил Косарь 800 хп снес Токсичненько Они что переделали Вы же помните, да Теперь Фугасы у нас Пробивают экраны Он, кстати, по-моему В туалет отходил Я так чувствую Фугасы у нас Пробивают экраны Фугасы пробивают Гусеницы Больше не разрываются На броне Пытаются пробить Как обычные бронебойки До последнего Но Уже Взрываются И наносят урон Не по сфере А только в точке попадания И Урон Во многом Зависит от того Пробил Не пробил Ну так вот, ребят Благодаря этому Популярность Фугасных танков Будем откровенными Но он на ББшках Решил доиграть Видимо Первые снаряды Были на фугасах А потом Решил на ББшках Доиграть Игрок на Кобре Так вот, ребят Благодаря тому Что фугасные снаряды Стали вести себя Как бронебойные Просто По сути С повышенным Уроном И с пониженным Бронепробитием Именно то, что мы Тестировали Вот это Для компенсации Голдовых снарядов Помните Мы это тестировали С вами на протяжении Уже не одного года Как бы так Понерфить Голдовые снаряды Ну вот это Та же самая Концепция То есть Фугасы при непробитии Теперь наносят Очень маленький урон Он хоть и есть Но он очень маленький Поэтому На мой взгляд Смотрите Появился тяж Барабанный Ну как С системой Дозарядки Фугасной Тестируется Активно Кобра Причем до последнего Ее характеристики Максимально скрывались И у меня Большое ощущение Что Вот помяните Мое слово 22-й год Станет годом Фугасных танков Возможно Я ошибаюсь Но Мне почему-то Кажется Что Вероятности Этого Совсем Не мала То есть Разработчики Возможно Выпустят Либо Вот Какую-то Ветку Которая Будет Как раз таки Отыгрывать Как на ББшках Посмотрите У Калибана ББшки есть И у Кобры Есть ББшки То есть Он не полностью Фугасозависим Да В общем Я ожидаю Что Может быть Не в 22-м году Может быть В 23-м Появится Целая подветочка У нас Танков С подобным Геймплеем На любителя Да У нас уже были Японцы С подобным Геймплеем Их переработали В ББшки Может быть Разработчики Не будут Но побояться Наступить На те же Грабли Вы же помните Что у нас Японские тяжи В один период Когда Их апнули И фугасы Апнули По-моему Они стали Вообще Максимально Токсичными И там Долго-долго И усиленно Нерфили Ну так вот Посмотрим Вот этот Ребаланс Фугасов Как раз таки Вот эту Степень Токсичности Позволяет Снизить Ну а тут Мы с вами Уже В принципе Видим Окончание Боя Мое мнение Такое Интересный Геймплей И действительно Вносит Разнообразие Действительно Вносит Достаточно Серьезное Разнообразие В игру Если вы Уже Ко всему Приелись Но Давайте Не забывать Что все таки Вот этот Геймплей Он достаточно Будет Токсичным В любом Случа Автор Который Прислал Мне Этот Реплей Получает 1000 Играл Золото И два Победителя С прошлого Ролика У вас Сейчас На экране Поэтому Ребят Не стесняйтесь Пишите Свои Комментарии Оставляйте Свой Танковый Ник Подписывайтесь На канал И до Скорых Встреч До свидания Продолжение следует...